Добрый вечер, Гомель. Сегодня 9 октября, Всемирный День Почты. Праздник тех, кто с давних времен связывает города, деревни, страны и даже целые континенты. Это праздник людей, которые помогают нам общаться с нашими родными, близкими, кто предоставляет нам возможность обмениваться письмами, открытками, бандеролями и посылками. В общем, накануне выходных и в преддверии вот этого профессионального праздника почтовиков я пригласила в студию начальника Гомельского регионального узла почтовой связи Ирину Воинову. Ирина Николаевна, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что вы нашли время для наших зрителей. Ну и, конечно же, примите поздравления. Вот в вашем лице поздравляем всех работников почты с таким замечательным профессиональным вашим праздником. Ну, расскажите вообще, как работники почты обычно отмечают свой профессиональный праздник? Ну, как обычно. Конечно, в первую очередь они находятся на рабочих местах. 9 октября сегодня пришлось на рабочий день, будни. Но в каждом коллективе прошли торжественные мероприятия, как по давней традиции. Лучшим из лучших были вручены благодарности, грамоты. Также есть ряд... Это вообще-то традиция сложившаяся. В честь праздника работникам, отработавшим на предприятии в почтовой отрасли более 20 лет, вручаются ветеран труда республиканского унитарного предприятия почтового связи. То есть удостоверение выдаётся. И вот, к слову, сегодня таких людей у нас удостоены такой чести 14 человек. А у вас есть такой значок? Нет, ещё. Ну, значит, ещё всё впереди. Будем надеяться. В вашей семье есть какие-то традиции? Как у вас отмечают этот праздник дома? Да, у нас как бы получается, что в семье на 1 числа октября есть семейный праздник, плюс день почты сегодня. Поэтому вот, с учётом того, что завтра выходные дни, поэтому всё это объединится и отмечается в семейный день. То есть в семейный день почта становится таким семейным торжеством настоящим. Скажите, Ирина Каина, вот с чем у вас вообще ассоциируется слово «почта»? Вот сразу, во-первых, что это. Почта, ну вот как-то ещё со школьной, ещё даже с детства до школы, родители выписывали газеты, журналы, и мне выписывали журнал «Весёлые картинки». И мне. Вот, кто-то помнит, он такой красочный, иллюстрированный был, я его ждала с нетерпением. Ну и вот как-то ещё жила по соседству почтальон, и мы с одноклассницей иногда ей помогали. А где, откуда родом? В Ветковский район, деревня Хайч. А, то есть это был сельский почтальон, который приносил вам журнал? Да, да. И вот мы ей иногда помогали. Ну и так сложилась судьба, что я работаю на почте, и та одноклассница сегодня тоже почтальон. То есть хотите сказать, что в детстве уже освоили немного эту профессию, носили сумку почтальона по деревне? Ну там немножко, но там есть улица, да. Романтику эту почувствовали. Почувствовали, но это было очень интересно. Скажите, пожалуйста, а как вы вообще попали в эту профессию, вот с чего всё начиналось? Вообще я попала в 2002 году экономистом, пришла. То есть по образованию вы экономист? По образованию я экономист, я пришла в Ветковский районный узел почтовой связи. После в 2004 году была переведена на должность заместитель начальника данного узла, а в июне 2005 года я возглавила Ветковский районный узел почтовой связи. И вот с 1 апреля 2017 я руковожу Гомельским региональным узлом почтовой связи. Получается 15 лет. 16-й год. Вот 16-й год идёт, как вы работаете на почте, да? Нет, на почте я 18 лет уже почти работаю. А скажите, вот что поменялось, на ваш взгляд, за эти годы? Вот, скажем так, социальная роль почты. Вот как бы вы определились сегодня и тогда? Ну, социальная роль почты, она нисколько не уменьшилась. Она, наоборот, как-то вот ярко выражена, особенно вот с учётом того, какие у меня в зоне обслуживания находятся районные центры. Это не крупные районные центры. А сколько, кстати, у вас таких целей? Шесть. Это что? Это Гомельский район, Будокошелёвский, Добружский, Ветковский, Кармянский и Чичирские районы. Слушай, ну это же очень много населённых пунктов, и в основном это всё сельская зона получается. Ну, практически тысячи населённых пунктов, да. Я представляю, когда почтальон приходит, идёт по деревне, это, наверное, такой большой праздник. Потому что почта вообще всегда, как мне кажется, вот в сельской местности, в деревне, это такой эпицентр, да, где все события обсуждаются, и всё самое важное происходит. Это и клуб, и библиотека, и магазин, всё в одном лице. Ну, хорошо. Как вот, на ваш взгляд, трансформировались, я не знаю, вы революционировали почтовые услуги, ну, с развитием интернета прежде всего. Вот, может быть, какие-то новые технологии, которые вы могли отметить, вот сегодня в доставке появились благодаря интернету, и это, скажем так, как, ну, сделало проще работу почту на почте? Работу на почте, ну, сегодня внедряются, например, закупленные, внедряются уже в жизнь мобильное устройство для почтальонов. Что это такое? С его помощью, ну, типа телефон, смартфон. С его помощью почтальон может принимать платежи на дому, оказывать услуги, переводы принять, там, продать открытки, конверты, товары потребительского спроса, поэтому, как бы, весь спектр. Пока это мы внедряем, это идет пробно, ну, это все в невдалеком будущем к этому, этим обеспечим мы всех почтальонов. А вообще, конечно, как бы, корреспонденция почтовая, она осталась. Остались газеты, остались журналы, письма, бандероли, посылки. Единственное, что, может быть, какая-то эволюция произошла в сторону весовых категорий, потому что сегодня увеличились посылки, сегодня часто пользуются интернет-торговлей, пересылкой, да, вот. Конечно, письма ушел, преобладающий отдельный вес в сторону юридических лиц, да. Деловых. Да, деловых уже, деловой пересылки. Но все равно почта все это принимает, обрабатывает, пересылает, дарит людям радость. Ну, в любом случае, вот прогнозы скептиков о том, что с появлением электронных средств связи почтовые услуги потеряют свой актуальный, я так понимаю, на сегодняшний день не подтвердились, да? Все говорили, что вот почта закроется, и останется один сплошной интернет, ну, куда же, да, куда же без вас, что называется. Сегодня, вы знаете, вот мы часто очень слышим инновации, про инновации на почте, вот в некоторых странах посылки уже, скажем так, доставляют чуть ли не дроны-курьеры, да, и роботы-почтальоны, а мы вот не дошли еще до этого? Нет, у нас еще нет роботов-почтальонов, роботов-курьеров, дронов, это вопрос будущего, будущей почты, конечно, произойдет что-то, ну, понимаете, село, это сельско-населенная местность, и как бы, ну как вот робот-почтальон пойдет по тем улочкам, или даже взять город, многоэтажный дом, это нужна безбарьерная среда, это нужна дорога определенные условия, да, дорожные, потому что зайти в подъезд, подняться на восьмой этаж, вручить эту бандероль или посылку, ну, конечно, робот-почтальон это не сможет, а человек все это может, делает каждый день, и... Ну, учитывая, что в сельской местности все-таки местные жители ждут почтальона еще для того, чтобы... Живое общение, да, пообщаться, вот вы мне недавно рассказывали, и борщом накормят, да, и семечек в дорогу яблок, это такой уже целый ритуал, да, когда вот в деревню приходит почтальон, и проговорить можно, но в любом случае, смотрите, вот если в городе у нас все как-то стремительно развивается, и внедряются очень быстро новые технологии, да, мы видим сегодня на почте электронные очереди, и огромное количество совершенно новых, даже порой мне непонятных каких-то услуг, которым думаешь, ну ничего себе, как же это все быстро, и сегодня действительно возможно и мобильно передать любую корреспонденцию, то вот насколько в сельской местности у нас все это так же, скажем так, развивается? В принципе, как вы сказали, спектр услуг почтовых, он остается единый и для села, и для города. Электронная очередь, это просто как сервис дополнительно, да, ну какая электронная очередь в селе, где, например, живет 300-500 жителей, ну там придет один, два, три человека, или, ну для чего, в городах, да, в городах, вот у меня существует, что 12 городских отделений, это в плане, мы их отнастим электронными очередями, вот, а село им нужно... Но стоит ли говорить о том, что ограничены сегодня сельские жители вот современными, доступными вот этими почтовыми услугами, или в принципе они имеют такие же возможности все? Они все одинаковые, да, одинаково везде принимаются платежи, оказывается весь перечень услуг, что на селе, что в городе, никакого вот различия, никакого совершенно нет. Ну, не секрет, что в последние годы в селах, где очень мало проживают местных жителей, сокращаются почтовые отделения, я представляю, какая-то катастрофа, да, для, вот, скажем, даже маленькой деревни, где вообще не с кем получается пообщаться и поговорить. Ну вот, например, а как отправить можно сегодня посылку из деревни, где, ну вот, скажем, нет отделения почтовой связи, вот, где нет терминала какого-то, да, почтового? Ну, я вам скажу, что здесь никакой проблемы нет. Расскажите. Здесь проблемы нет, все зависит, каким способом обслуживается данный населенный пункт. Если это почтальон обслуживает, значит, с помощью почтальона. Если это передвижное отделение почтовой связи, значит, почтовое отделение связи примет посылку, все оформит и выполнит все пожелания. Если это обслуживается службой моторизованной доставки, то, значит, им, поэтому, как бы, в любом случае населенный пункт без обслуживания не остается. И поэтому все это реально, все это возможно без проблем. Ну вот мы с вами говорили, что почта на селе обычно это такой центр жизни, да, и я так понимаю с ваших слов, что этот статус не меняется сегодня, да, то есть в любом случае, вы как-то интересно сказали, что почта будет последней, да, кто идет из деревни, что исчезнет, в принципе, из деревни, но мне бы хотелось просто пожелать, наверное, чтобы почты не уходили из наших населенных пунктов, да, а развивались и как-то так действительно учитывали вот интересы местного населения, потому что действительно у нас, ну, город и деревня-то несколько все по-другому, но радует, что услуги предоставляются такие же. Кстати, пишут ли вот бумажные письма сегодня? Вы сказали, что больше перешли сегодня на юридическую корреспонденцию, а бумажные вообще в принципе пишутся? Пишут, пишут, конечно, их незначительно, но они есть, не то, что их вообще нет, они есть, просто их меньше, чем было раньше. Сегодня вес, перевес вот этот ушел в сторону юридических организаций, именно деловой переписки, а так пишут. Ну, в деревнях, наверное, часто пишут письма, потому что, да, пожилые люди, у которых там интернета у кого-то нет, всегда приятно получить какую-то весточку, открыточку. Ну, я, например, помню в моем детстве написать письмо, отправить, получить, ждать его, получить, но это было целое событие. Вы знаете, даже в эпоху интернета каждую минуту жители нашей планеты, дорогие друзья, посылают друг другу более пяти миллионов писем, бандеролей и других отправлений. Ну что ж, далее мы расскажем о том, далее мы продолжим рассказ о том, что же такое почта 21 века. Также вы узнаете, где в Гомеле можно будет интересно провести ближайшие выходные дни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете ли вы, дорогие друзья, что каждую минуту почты мира обрабатывают в общей сложности пять миллионов отправлений? Напоминаю, что сегодня, когда во всем мире отмечается День почты, мы строим планы на выходные дни вместе с начальником Гомельского регионального узла почтовой связи Ириной Воиновой. Ирина Николаевна, ну все-таки сегодня пятница, время накануне выходных. Вот давайте мы с вами поговорим об отдыхе. У вас вот есть какой-нибудь рецепт идеального выходного? Ну, конечно, рецепт, наверное, у всех есть, но у нас еще в семье есть школьник, поэтому уроки от нас никто не забирал, да, и поэтому надо с ребенком позаниматься. А вообще, конечно, предпочитаем выйти куда-то, выехать за город, на природу, вот, потому что, ну, хочется вот этого общения, спокойствия с природой, где тишина, спокойствие, птички поют. Ну, вы сказали, что вы родом из деревни Хальчевитковского района. Ну, я знаю, что это место, где любят танцевать. Вот как у вас отношения с танцами? Положительно. Какие? Народные или современные, предпочитаете? Современные. Современные, да? Ну, тогда вот следующая информация будет очень интересна для вас и для наших зрителей, которые любят вот эти вот современные танцевальные движения. В это воскресенье в Гомеле пройдет республиканский конкурс современного танца Red Cat 2020. Фестиваль-конкурс ждет в этот раз гостей из разных городов. Так что, дорогие друзья, если вы хотите отдохнуть вместе с детьми, отправляйтесь в это воскресенье в городской центр культуры на Ирининскую, 16. В 11 утра там начнутся первые выступления. Лучшие хореографические коллективы Гомельщины и других регионов покажут свое мастерство на сцене. Вот что интересно, в этом году каждый участник этого проекта Red Cat помогает бездомным котикам и собачкам. Потому что 3% от каждого взноса за участие в конкурсе пойдут на покупку корма и необходимых медикаментов для животных и гомельских приютов. Ну, а вы можете предложить, Ирина Николаевна, свой вариант такого простого, доступного отдыха для всей семьи вот этой такой красивой, теплой осенью? Вы знаете, на Светке есть бассейн. Так. Уже ему два года. Есть там детская зона, есть для взрослых, поэтому современный советую всех. И тем более, что тут здесь ветка, Гомель, 15 километров. Плюс есть еще у нас шикарный музей старообрядчества. Все-таки ветка основана старообрядцами. Кстати, вот 3 октября прошел день города. Ветковщина отметила 335 год своего рождения. Вот, поэтому там музей никого не оставит без эмоций. Я думаю, что захотят многие вернуться еще раз. Там проходят всякие, все различные выставки тематические. Поэтому я думаю, что отдохнуть у Ветки есть где. То есть вы приглашаете наших зрителей на выходные приехать в Ветку, да? Да. Удивительно, действительно удивительное место. Мало того, дорогие друзья, в действительно Ветковском музее в эти выходные планируются интересные очень выставочные проекты. Ну, некоторые из них проходят именно в филиале в Гомеле, в Гомельском парке. Вот о некоторых и расскажу из них. Рукописный шедевр из фондов Ветковского музея будет представлен в эти дни на выставке в Гомельском филиале, в музее имени Шклярова. Новая выставка называется «Евангелие с драконом». Вот на ней представлена уникальная книга, возраст которой 400 лет. Как на Ветковскую землю попали эти редкие страницы и какое отношение имеют к нам драконы? Ну, если вам интересно, приходите на выставку в филиал Ветковского музея. Ну, а еще завтра там же стартует еще один очень интересный проект, совершенно оригинальный, называется «Стройная суббота». Новый проект, который расскажет про традиционную культуру. Организаторы, кстати, они большие выдумщики, вот я хотела бы это отметить, они предлагают посетителям сделать «Строй» своими руками. Такой оригинальный мастер-класс, он состоится завтра, в субботу, 10 октября в 16.00 в Центральном парке, дорогие друзья, за собором Петра и Павла, где и находится филиал Ветковского музея. Да, ну, вообще здорово, когда вот к нам в студию приходят люди из таких вот действительно интересных, загадочных мест, как, например, город Ветка. Скажите, Ирина Николаевна, а как вы относитесь к современной музыке? То есть современные танцы любите, я поняла. Я люблю более классическую музыку. То есть, а народные песни? Ну, можно тоже. Более классическую? Ну, я не зря заговорила вообще о музыке. Дело в том, что, дорогие друзья, гомельчане с нетерпением ждут открытия в этом году нового концертного сезона в Гомельской областной филармонии. Вот когда же все-таки начнутся концерты, когда мы уже услышим и увидим на концертных площадках наших любимых артистов, и чем планирует удивлять публику в этом году музыканты филармонии, расскажет Наталья Рудева. У нас на связи специалист отдела рекламы Гомельской областной филармонии. Наталья Александровна, добрый вечер. Добрый день, добрый вечер. Значит, я бы хотела сказать, что открытие концертного сезона всегда праздник и для артистов, и, конечно же, для зрителей, и для поклонников. И 22 октября в Драматическом театре Гомельском будет дан старт 54-му концертному сезону Гомельской областной филармонии. И это будет двойным праздником, так как в этом году отмечается десятилетие творческой деятельности камерного оркестра, одного из коллективов Гомельской филармонии. И, соответственно, вся программа будет построена вокруг юбиляра, и она будет называться «Избранная и любимая». И, несмотря на то, что роль первой скрипки будет отведена камерному оркестру, на сцене выступят и многие другие солисты, и артисты, и коллективы филармонии, которые уже давно известны зрителям. Это будет и народная артистка Беларуси Галина Павленок, камерный хор под управлением Елены Соколовой, заслуженного деятеля культуры Беларуси, и инструментальная трио «Лирица», и солистка Гомельской филармонии Ольга Кузьменко. В программе также будет принимать участие и давний друг филармонии, виртуозный белорусский гитарист Андрей Войцеховский. Зрители Гомельские помнят его как участника горячих музыкальных баттлов с Андреем Глазенком, дирижером камерного оркестра. Он такой же виртуоз, как и Андрей Войцеховский, но только играет на бандонеоне. И не буду я раскрывать всех творческих задумок предстоящего события, скажу только, что зрителям скучать не придется. Наталья? Вы знаете, вы меня так заинтересовали, что я вот прямо сейчас вот так вот листаю мысли на свои ежедневники, думаю, как-то мне, да, найти время, чтобы прийти обязательно на открытие концертного сезона. Давайте еще раз напомним, когда? 23-го или 22-го? Еще раз напомните нам. 22-го октября в Драматическом театре. Ну, вы знаете, сегодня у нас еще одно такое событие интересное. Сегодня наша программа выходит в день, в такой праздник, Всемирный День Почты. И я не могу вот не спросить у вас, как вы относитесь к письмам, пишете ли вы их, любите ли их получать, или только, или все все-таки ушло уже в интернет и в социальные сети у вас? Ну, вы знаете, с некоторых пор я к почтовым письмам и открыткам отношусь с особым трепетом. Возможно, это потому, что в век интернета изменился формат общения. Так. Но те люди, которые по-прежнему берут ручку и бумагу почтовую, они, я думаю, заслуживают уважения и особого внимания. И мне кажется, это те люди, которые шлют друг другу настоящие бумажные письма, открытки, они вот именно ценят и берегут этот формат общения и не только этот вид связи, но и друг друга. Спасибо. Очень точное замечание. Вы знаете, у вас есть возможность поздравить со Всемирным Днем Почты всех, кто причастен к этому празднику. Но еще, конечно же, напоминаю, что в ближайшее воскресенье мы празднуем День Работников Культуры. Вот такое вот двойное торжество. Так что вам слово. Да, мы, конечно, и День Работников Почты отмечаем у себя на страницах в социальных сетях. У нас есть две странички ВКонтакте и в Одноклассниках, и там, конечно, мы обязательно поздравим. И ВКонтакте и в Одноклассниках мы уже подготовили поздравления работникам почты даже с музыкальным таким приветом. Ох, за вас здесь. Так что заходите, заходите на официальную страницу Гомельской областной филармонии в соцсетях и смотрите, слушайте, наслаждайтесь музыкой. Спасибо большое. Ну что ж, мы поздравляем вас. Наталья, мы поздравляем весь коллектив Гомельской областной филармонии. С Днем Работников Культуры, который белорусы празднуют во второе воскресенье октября. Ну а сейчас, дорогие друзья, музыкальный подарок от артистов Гомельской областной филармонии для всех наших зрителей. Гомельской областной филармонии для всех наших зрителей. Гомельской областной филармонии для всех наших зрителей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, завтра, 10 октября, в учреждении Гомельский областной центр Олимпийского резерва по легкой атлетике Пройдет молодежный форум «Беларусь – это мы», который является частью масштабного республиканского проекта. Его результатом, как считают организаторы, станет сбор интересных и актуальных предложений молодежи региона. Ну а закончится форум, как и любое молодежное мероприятие, масштабным концертом. В Гомельском цирке в эти выходные продолжается новая программа «Цирк больших надежд». На Гомельской арене сияют звезды цирка из самых разных стран – Белоруссии, России, Украины, США, Узбекистана, Осетии. Как проходят представления и когда ближайшее, расскажет жонглер Александр Кулаков. У нас на связи обладатель «Бронзового слона» молодежного конкурса циркового искусства в цирке «Никулино» в Москве. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада слышать вас в эфире нашей программы. Скажите, пожалуйста, Александр, а как вот гомельчане принимают новую цирковую программу после такого длительного перерыва? Знаете, прежде всего я должен сказать, что гомельский зритель всегда отличается особенным радушием, благодарностью и какой-то особенной невероятной отдачей энергетикой. А тем более вот сейчас, да, после такого длительного перерыва всевозможных карантинов, каких-то ограничений и всего прочего, люди безумно соскучились. Да, и люди соскучились почему-то настоящему, живому, честному. А цирк – это очень честное искусство. Вот, и, например, сейчас в конце каждого представления, когда все артисты выходят на поклон, весь зал встает и несколько минут стоя аплодирует и не отпускает артистов с манежа. Да, это, конечно, просто незабываемое ощущение, эмоции, каждый раз мурашки по телу от этого. И, конечно, спасибо большое гомельскому зрителю за такую отдачу и за такой прием. Ну что ж, приезжайте к нам почаще, мы действительно любим цирк. Я знаю, Александр, что вы действительно известный жонглер, вы обладатель самых разных международных наград. И вот всегда хотела задать вам такой личный вопрос, каким самым необычным предметом вам приходилось жонглировать? Ну что ж, честно говоря, вообще предметы для жонглирования бывают самые разные, самые неожиданные. И тут единственное ограничение – это, пожалуй, физические возможности конкретного человека. Но, в частности, для меня, пожалуй, самое необычное место, где мне довелось пожонглировать – это была гора Пуджи. Она же Путияма в Японии. У нас была туда экскурсия когда-то, и мы там просто набрали снега оставшегося, который не растаял, наделали снисколку. И вот я жонгировал на вершине горы Путияма. Да, фактически на вершине вулкана. Был такой прецедент. Ничего себе! Вот это действительно должно было запомниться на всю жизнь. Вы знаете, сегодня наша программа выходит в эфир в такой знаменательный день. Сегодня Всемирный день почты. И не могу не спросить, вы пишете письма, и, может быть, поклонники вам их присылают? Как вы вообще относитесь к бумажным письмам вот в этих обычных конвертах? Знаете, естественно, с развитием технологий современных писать письма мы все, да и нам, стали гораздо реже. Ну и плюс, учитывая наш разъездный характер работы, тут как в одной известной «Песне военных лет», что, почитаем, сойдет с ума развести война. Поэтому гораздо проще использовать какие-то средства социальных сетей, мессенджеры, всевозможные и так далее. Однако, ну, ничто не заменит бумагу, физический носитель, то, что написано человеческой рукой. Знаете, это настолько аналогово в нашем цифровом мире сейчас. Это, конечно, очень приятно. Вот, и у нас с коллегами, с моими друзьями есть традиция такая сообразная, что из самых отдаленных уголков, где нам удается гастролировать, мы друг другу присылаем открытки, да. То есть, если ты попал в Бимбабве, например, или Мадагаскар, то отсюда просто присылаем открытки, пишем там что-то. Это очень забавно, потому что открытка идет в Мадагаскар, да, из Мадагаскара идет в Канаду в этот момент, например. И вот такие вот через всю планету у нас получаются послания друг к другу. Это, конечно, было приятно. Слушайте, здорово. Я не ожидала, что артисты цирка так поддерживают вот эти добрые-добрые традиции. Ну что же, у вас есть возможность, кстати, поздравить работников почты и в то же время работников культуры, потому что этот праздник мы будем тоже отмечать в ближайшее воскресенье с праздниками. И, конечно же, пригласить на ближайшее свое представление. Ну, я еще хочу добавить, что даже для меня праздник работников почты отчасти является семейным, потому что моя бабушка по отцовской линии последние годы свои проработала на почте. Она разносила деньги и какие-то другие документы, так что для меня это тоже является такой частью семейного праздника. И даже у нас в цирке есть, например, жанр, сертиконный жанр, с этими людей, которые работают именно с лошадьми, жанр называется почта. Описать сейчас сложно, это проще, наверное, прийти посмотреть, тем более, что жанр очень древний, ему больше двухсот лет уже. Я хочу поздравить всех работников этого замечательного, замечательного, даже не знаю, как это назвать, в виде деятельности почта. Ну, конечно, в виде деятельности, да. Да, да, да. Вы бойцы невидимого фронта, потому что мы не видим, как вы работаете, но результаты вашей работы к нам приходят, и это всегда тепло, это всегда приятно. Спасибо вам большое за это. Приходите к нам, приходите в цирк, потому что у нас собралась действительно классная, замечательная программа международная. Она понравится как и взрослым, так и нашим маленьким зрителям. И на манеже действительно собрались мастера, и наши артисты очень соскучились сами по зрителю, поэтому отдача, как каждый спектакль, как в последний раз, да, на все 200%. Тем более, что у нас осталось всего два представления в эту субботу и в следующую. Поэтому проходите, не пропустите, это действительно классно, это все равно. Так что поздравляю. Спасибо. Спасибо, Александр. Ну а мы, конечно же, поздравляем в вашем лице весь Гомельский цирк и все цирки мира с наступающим праздником Днем Работников Культуры, который белорусы отмечают, напомню, в ближайшее воскресенье. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы строим планы на выходные дни вместе с начальником Гомельского регионального узла почтовой связи Ириной Воиновой. Кстати, знаете ли вы, что в 1916 году один предприимчивый американец отправил по почте около 80 тысяч кирпичей, чтобы построить новый офис своего банка. Он посчитал, что такой способ пересылки обойдется дешевле всех остальных. Впоследствии в США было принято ограничение по весу посылок за один день не более 91 килограмма. Такая интересная, в принципе, история. Но я бы хотела вернуться сейчас к нашим почтальонам. Если до начала программы я где-то еще подозревала, что это такая уже, скажем так, вымирающая профессия, то, слушая вас, Ирина Николаевна, понимаю, что она, наоборот, очень-очень такая... Развивающаяся. Да, развивающаяся. Вот у вас в почине сколько человек сегодня всего? 600. 600. Из них сколько почтальонов? 270. Слушайте, ну это же огромная часть, практически половина, да? Вот расскажите, пожалуйста, современный почтальон, насколько он изменился, интернета. Ну вот, как я уже ранее говорила, что мы их обеспечивать будем мобильными этими устройствами, поэтому, конечно, у них корреспонденция поменялась сегодня, поменялись... Видоизменились письма, бандероли, которые носили сегодня больше... Раньше был журнал «Мурзилка», да, сегодня это какая-нибудь бурда там или что-нибудь еще, да? Достаточно есть, да, и советчицы, и... Обязательно письма из налоговой, да? Да, судебная повестка, извещение от коммунальных служб, рекламные всяческие письма, да? Ну и молодежь очень так развивается сегодня, молодежь развивает коммерческую эту торговлю, каталожную, когда заказываются с помощью... А, интернет-магазины, да, вот это вот все сегодня... Получаются вот такие весовые отправления сегодня преобладают, заказываются вещи, ну, очень большой широкий спектр всего, что пересылается почтой. Интересно, вот, допустим, журналы, газеты, вот подобный, корреспондент, где чаще сегодня, скажем, заказывают на дом? В городе или все-таки в сельской местности? Ну, в сельской местности, конечно, потому что все-таки сельский житель, он преобладает в структуре населения, поэтому на селе больше выписывают, больше читают. Я ни в коем случае не хочу обидеть горожан, конечно, но город есть город. Ну, и на селе, наверное, еще пойдет специально бабушка или дедушка закажет эту газету, да, местную. Чтобы видеть почтальону и пообщаться с почтальоном. Чтобы ему, да, приносили не просто пенсию, но еще действительно и газету, чтобы еще пообщаться. Ну, и просто местные новости где-то почитать, узнать, чтобы потом с соседкой обсудить. Сколько вообще километров за смену приходится преодолевать почтальонам сегодня? И как они это делают? Есть какой-то транспорт у них, я не знаю, там, современный скейт, ну, да, скейт, ну, там, что еще, велосипеды. Ну, есть что с помощью велосипеда, но я вам не скажу точно километража, потому что все индивидуально, каждого почтальона, своя зона обслуживания, свои населенные пункты, все зависит от протяженности, от количества периодических изданий, от количества выплат пенсии, пособий подлежащих. Поэтому все индивидуально, есть разные участки. И кто, где-то мы моторизованной доставкой делаем, где-то на велосипеде, все чисто индивидуально. Интересная профессия, правда? Общительная. Общительная, тем более, что вы ее освоили уже с детства, да, когда разносили своим соседям почту. Вот как вы считаете, главное качество хорошего почтальона? Наверное, коммуникабельность, ответственность, добродушие. Потому что, ну, понимаете, пожилые люди, они очень тонко чувствуют. Они, даже вот приходит новый почтальон, они его чуть ли не проверяют. Да вы что, сканируют. Да, как бы, вот. Поэтому, и в то же время, когда уходит почтальон, если хороший почтальон, там, на пенсию уходит, ну, есть какие-то причины, звонят и пишут, просят вернуть, оставить, там, высказывают много благодарности. Поэтому, как бы, почтальон, ну, они принимают, как бы, свою семью. Потому что почтальон сегодня приносит почту, приносит пенсию, принимает платежи, реализует товары. Вот. Надо перевод, значит, он примет перевод или принесет надо. Даже те самые, платить коммунальные платежи, посмотреть счетчик электроэнергии, здесь тоже почтальон может помочь. Поэтому почтальон и житель – это вот едино. Вот, интересно, ваше мнение, есть ли будущее у этого ремесла? Ведь сегодня мы говорим очень сильно о развитии технологий, о каких-то дронах, курьерах, которые, роботах, почтальонах, которые действительно могут появиться в ближайшее время. Вот что же будет с обычными почтальонами, которые так привыкли? Я думаю, они еще будут долго. Я на это надеюсь. Поэтому почтальоны еще будут долго. Ну, вот сегодня такой праздничный день. Расскажите о своем коллективе. Вот наверняка на почте есть очень много профессий, которых мы вообще даже не догадываемся. И, как вот сказал Александр, да, Жанглер, вот только что в телефонном звонке, такие бойцы невидимого фронта, да. Вот расскажите. Вы знаете, о своем коллективе я готова рассказывать долго. Я его люблю. Да, действительно, кроме почтальонов, ведь есть же начальники отделения связи, есть операторы связи, специалисты. Конечно, есть бухгалтерская служба, экономическая служба, есть инженера, программисты, которые обеспечивают этот технологический процесс. Поэтому почта не состоит только из одних почтальонов. Как видим, спектр широких профессий, которые сегодня есть на почтах, так выразим, возле почтовой связи. Молодые идут к вам? Идут. Идут молодые. И вот для статистики, как бы, в этом году мы приняли 12 молодых специалистов после окончания гомельского лица и приборостроения. Вот. Если привести статистику... Это какая профессия, получается? Оператор связи. Оператор связи, начальник отделения связи. И, приведя статистику, сколько же у меня вот работает молодых, до 30 лет, если взять, то это получается 100, почти 110 человек из 600. Я считаю, что это почти пятая часть. Ну, а мужчин много в коллективе, когда речь идет о почте? Мне казалось, что это женская такая была. Конечно, коллектив более женский. Мужчины это вот то, ну, водители, инженера, программисты. Есть почтальонные мужчины, вот, поэтому... Ну, их, конечно, не столько много, но они есть. Вот что самое сложное для вас и, может быть, самое приятное вот в работе руководителя такого коллектива? Вы знаете, ну, сложного нет ничего. Обычно потому, что коллектив у меня такой грамотный, сплоченный, дружный. Вот, поэтому сложности я не вижу. Приятные моменты какие? Приятные, ну, не знаю, и поддержка, и помощь окажут, как бы. Короче, когда работа ладится, я так понимаю. Да, работа ладится, да. Ну, вот кроме регионального узла почтовой связи, вы же успеваете также руководить районной организацией «Белая Русь». Вот как такой обаятельной женщине, да, удается вот все это совместить, быть начальником, да, быть мамой, быть супругой, то есть есть время на хобби определенное, и еще быть лидером такой вот серьезной активной организации. Да, действительно, я уже более трех лет возглавляю Ветковское районно-общественное объединение «Белая Русь». Вот, поэтому, ну, и руководитель, и председатель объединения, как бы, наверное, от того, что у меня есть определенный круг единомышленников, которые поддерживают, семья меня понимает, помогает, поддерживает тоже, поэтому, как бы, здесь нет причин, проблем никаких. Здесь с этим, с общественной деятельностью, как бы, развиваешься что-то больше, при приведении акций, при приведении мероприятий, при знакомствах, обратно здесь же общение, как бы, одну другому совершенно не мешает. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, что сегодня во всем мире свой профессиональный праздник отмечают работники почты, ну, а мы строим планы на выходные дни вместе с начальником Гомельского регионального узла почтовой связи Ириной Воиновой. Так какие у вас планы на ближайшие выходные, вы так и не сказали? Семейный праздник. А, семейный праздник, семейное торжество. Ну, кто знает, может быть, после этого вас заинтересует спектакль, действительно уникальный такой проект, называется «Дурдом в коммуналке». Дело в том, что завтра, 10 октября, Театр Клоунады и Пантомимы Беслов представит новый комедийный проект. Вот подробности расскажет руководитель Театра Клоунады и Пантомимы Беслов Ирина Типугина у нас на связи. Добрый вечер! Ирина, ну вы знаете, такое многообещающее название у вашего проекта нового «Дурдом в коммуналке». Страшно представить, что это вообще будет происходить, расскажите. Это будет не страшно, это будет весело, это комедийный спектакль. А название говорит о том, что это коммунальная квартира, дом, в котором живут женщины, которые обладают невероятным чувством юмора, сарказма, сатиры, которые любую проблему могут решить, и все проблемы им по плечу, а иногда и через плечо. Вот так. Да, подходим ко всему с юмором. Ну вот на афишах, Ирина, написано, что спектакль снимает порчу, сглаз, дурное самочувствие и плохое настроение. Прокомментируете как-нибудь? Ну как я это могу прокомментировать? Тут же опять же это юмор, мы подходим ко всему с юмором, шутя говорим. Но я думаю, человек, которого развеселишь, заставишь улыбнуться с помощью хорошего, насыщенного юмора, то он забывает про все свои какие-то проблемные ситуации, начинает улыбаться, и какие-то проблемы уходят на задний план, а может быть тут же и решается. Когда он начинает смеяться и улыбаться, он забывает, что у него были проблемы, либо они становятся очень мизерными. Ну что ж, я думаю, что сейчас очень актуально показывать такие спектакли и ходить на такие спектакли. Спасибо большое, обязательно придем. Но вы знаете, сегодня у нас еще такой повод, Всемирный день почты. И не могу не спросить, Ирина, вы пишете письма бумажные в конверт, вот их кладете, отправляете, бросаете в почтовый ящик? Может быть, вам пишут поклонники. Как вы вообще относитесь к письмам сегодня? Прекрасно отношусь, потому что от письм все-таки исходит такой необыкновенный флер, когда ты открываешь, во-первых, в письме можно изложить все свои мысли, не стесняюсь. Но это же, если в конверт кто-то вложит деньги, то это еще двойная будет радость. Нельзя. Ирина, ну в любом случае, Ирина всегда шутит, и это просто удивительно, такая удивительная позиция по жизни. Но как вы готовитесь к своему профессиональному празднику? В воскресенье-то отмечают праздник еще и работники культуры, кстати, с чем мы вас и поздравляем. Вот у вас есть такая возможность тоже обратиться к своим коллегам. Спасибо большое за поздравление. Я также хочу поздравить всех коллег, всех людей, которые относятся к культуре, которые любят культуру, любят театр, любят развлечения. С праздником. Наш праздник – это наша работа, потому что во все праздники работники культуры что делают? Создают его. Поэтому сил всем, терпение работникам культуры, творческого успеха и чтобы впереди были цели достигаемые и мечты зримые. Спасибо. Желаем вам также оптимизма, потому что такой неиссякаемый оптимизм, который мы получаем от общения с вами лично, Ирина, и с вашими артистами, это дорогого стоит. Спасибо большое с праздниками. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, что сегодня во всем мире свой профессиональный праздник отмечают работники почты. Ну а мы строим планы на выходные дни вместе с начальником Гомельского регионального узла почтовой связи Ириной Войновой. Что ж такое посткроссинг? Или зачем незнакомые люди из разных уголков планеты обмениваются почтовыми открытками? Вот об этом расскажем далее в нашей программе. В последнее время обмен открытками превратился в целое международное движение под названием посткроссинг. Мы, кстати, уже не раз об этом говорили в нашей программе. Оказывается, это движение становится только популярнее из года в год. Ну так что для тех, дорогие друзья, кто ищет себе настоящих друзей в интернете, есть альтернатива. Это бумажные открытки. Кстати, стать участником такого вот круговорота открыток в мире очень просто. Нужно просто зарегистрироваться на сайте postcrossing.com. Ирина Николаевна, вообще как вам вот такая вот идея с помощью открыток рассказать всему миру о нашей стране, о людях и традициях? Только положительно, потому что страна прекрасная, люди у нас тоже замечательные есть. Если посмотреть вот на эти сюжеты, которые выходят на почтовых карточек, то карточка, то при пересылке вот почтовых карточек по всему миру. Это же по всему миру не только по территории Республики Беларусь, он связывает все континенты. И люди знакомятся, люди видят эти сюжеты, видят эту природу, получают, вызывают дружбу. Все это перерастает уже в такие отношения хорошие, в крепкие, дружественные. Поэтому обмен происходит между... Вообще, в принципе, это занимается не только молодежь, занимаются и более старшие, взрослые поколения. Это популяризация своего рода письма идет. Раньше же в советские времена пересылали открытки, заводили друзей. Сейчас это уже занимаются те, кто предпочитает вот этот бумажный вариант письма интернету. Поэтому я думаю... Да, вот такая хорошая альтернатива. Да, альтернатива. В век наших компьютерных технологий, немножечко как бы схватить, взять, поддержать что-то живое, и таким образом понимать, что вот эту открытку, да, прислали из Беларуси, куда-то вот в совершенно другой уголок. В Зимбабве или там Китай. Да, из мира. Мало того, они такие тематические. Я так понимаю, что вот это увлечение, посткроссинг, Белпочта сегодня хорошо учитывает и делает огромное количество предложений. Да? Вообще... Беларуси, она находится на восьмом месте в мире по пересылке почтовых карточек. Накануне нашего вот сегодняшнего праздника Всемирного дня почты прошло ряд республиканских промо-мероприятий, которые популяризируют письмо, карточки. Это и 1 октября была почтовая карточка, где прошли акции, и участникам акции выданы были бесплатно почтовые карточки для пересылки в дальнейшем по территории Беларуси. Сегодня прошло промо-мероприятие Всемирный день почты. Прошли почтовые уроки, прошли почтовая грабность в общеобразовательных школах. Разыгрывались викторины. Всем участникам, которые правильно ответили викторины, выдавались, награждались сувенирами. Поэтому это интересно, это так занимательно получить письмо, вот как вы сказали, с каким-то штампом, штемпелем, с какой-то печатью, сургуч, тем более, ну, может, там, в дороге помялось, где-то еще, но оно такое вот родное, такое вот... В конце концов, не только жефель, его башня должна быть изображена на открытиях. Почему бы вот Гомельский дворец, да, у Румянцева Паскевича, и наши туристы, которые к нам приезжают, они все в восторге. Птицы, животные, все, что у нас обитает. Я вот сама смотрю, честно говоря, открываю для себя что-то новое. Ну, в общем, дорогие друзья, это действительно очень интересное занятие. Мне вот просто еще любопытно, на почте, работники почты, которые с этим сталкиваются каждый день, они случайно не увлекаются? Увлекаются, есть такие, есть, которые увлекаются посткроссингом, собирают эти сюжеты, они тематические, вот, поэтому есть такие. Ну что ж, дорогие друзья, кстати, насчет открыток. Сегодня их можно не только купить на почте, но и сделать своими руками. Оригинальное творение можно также найти и на осенней ярмарке ремесленников, которая пройдет завтра, 10 октября, в Гомеле на Ирининской, 16, в городском центре культуры. Множество гомельских мастеров представят там свои изделия ручной работы. Мастера также поделятся советами и раскроют свои секреты на бесплатном мастер-классе. Напомню, все это состоится в Гомеле завтра, в субботу. Ну, а сегодня мы отмечаем Всемирный день почты. Кстати, прекрасная возможность найти в выходные дни время и написать кому-нибудь или вот обычное бумажное письмо, или вот такую вот действительно оригинальную заполнить открытку и отправить своим друзьям, знакомым, пустить вот так вот в почтовый ящик, а самое главное потом ждать ответа. Не могу не спросить у вас в конце нашей программы, такой интересной, увлекательной беседы. Вот почта будущего, на ваш взгляд, ну, если так вот даже помечтать, пофантазировать, но все-таки так, вы человек оттуда, что называется, да, вы четко понимаете, что может быть, что нет. Вот почта будущего, что будет завтра? Почта будущего. Интересный такой вопрос. Ну, если вот помечтать и перешагнуть вот эти десятилетия, наверное, я представляю почту каким-то таким широким, огромным многофункциональным комплексом, который свяжет в себе миллионы клиентов, тысячи предприятий, организаций. Обязательно в нем будет присутствовать малый и средний бизнес. Вот. Я думаю, что не обойдется без каких-то роботов-почтальонов, роботов-курьеров, дронов, потому что, ну, век цифровой вот такого быстрого пересмысления, я думаю, что это все будет. И то, что почта будет, я в этом уверена. Я надеюсь, я хочу, чтобы так было. Просто будут какие-то добавлены цифровые сервисы дополнительно. То есть она станет более доступной, более мобильной. Более доступной, автоматизируется больше, да. Поэтому... Ну, куда же мы без вас? Ну, конечно. Ну, конечно. Арина Главна, вы знаете, у вас есть такая вот уникальная возможность вот сейчас прям поздравить всех, кого желаете, с своим профессиональным праздником. Спасибо за предоставленную возможность. Дорогие почтовики, уважаемые ветераны почтовой отрасли, пользуясь таким случаем, разрешите поздравить вас со Всемирным Днем Почты. Конечно, ваш труд, он бесценен, он неукоризнен. Вы помогаете связать поселки и города в такое единое почтовое пространство, найти друзей, найти знакомых. Поэтому примите мои сердечные поздравления. Хочу пожелать вам благополучия, благополучия вам, вашим семьям, родным, близким. Огромного здоровья, терпения, понимания, позитива, мира и добра. Всем почтовикам за их самоотверженный труд я говорю человеческое огромное спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, программа «Добрый вечер», Гомель, ну, нет слов, присоединяется к этим замечательным словам. Поздравления, конечно же, пусть письма и посылки приходят всегда вовремя, но о новости, которые вы, работники почты, приносите нам будут только добрые. Конечно же, хочется еще раз сегодня поздравить с наступающим праздником и с Днем работников культуры, который белорусы, напоминаю, отмечают в воскресенье. В любом случае, дорогие друзья, мы желаем всем вам хороших выходных. Это был еще один «Добрый вечер», Гомель с Натальей Волынец, и до новых встреч в эфире.